Телеканал КРТ представляет Они немые. Дети выходят после школы немые. Они элементарно не умеют формулировать свои мысли. У них минимальный словарный запас. Минимальный. Они очень жалеют, что нельзя ненормативную лексику употреблять во время лекции, потому что им для связки слов не хватает каких-то. Они делают большие паузы со словами. Да, вот. Понимаете? И, в общем-то, особенно я преподаю режиссуру, а там, в общем-то, нужно уметь формулировать свою мысль для того, чтобы доказать и объяснить, аргументировать свой выбор какого-то произведения, которое ты ставишь. И вот это, когда тебе начинают, вот это, типа, ну, этот отсюда, а вот это, значит, неизвестно, во-первых, на каком языке. Я говорю, золотые мои, давайте мы говорить об украинской умове или народной, ну, и говорить, какой сегодня ее умовы. Чтобы было заразумено. Не, я кое сегодня не ею. Не, ну, поруби, так не считает. Ну, давайте, давайте. У тебя дома. Я вам скажу, мы когда учились в странно-страковом училище, мы когда нашему педагогу говорили, что, а вот Евстигнеев, там, допустим, или Смоктуновский, он говорил, давайте не будем ориентироваться на гениев. Давайте на гениев ориентироваться не будем. Вот, кто как считает. Вот это вот еще, и, понимаете, они, они вот, а, ну, мы прекрасно понимаем, зачем это делается. То есть им очень легко вкладывать, у них серое вещество, они не заполнены информацией. Да, и им есть куда вкладывать вот эти вот. Вредние вот эти дигеды. Да, вот эти вот идеи, да, это как, ну, не паханное поле. Нет, с нашим образованием есть, в принципе, опасность того, что юморов просто понимать не будут многие. И все придет вот к какому-то, знаете, английскому юмору, когда вот дал пинка, все засмеялись. Ну, это скорее американский, да? Американский, да. Да, это правда. Английский там есть, конечно. Это правда, потому что, ну, вообще какой-то умный юмор, интеллектуальный юмор уходит. И иногда я ловлю себя на мысли, что я вот со студентами шучу, а они меня не понимают элементарно. И поэтому, то есть у меня достаточно принципиальная позиция в этом смысле. Я там на первом курсе даю студентам список литературы. И говорю, что если до конца первого курса вы это не прочитаете... Можете не приходить. Да, можете на втором не приходить, потому что нам не о чем будет говорить. То есть вы меня не будете понимать, мы будем в параллельных мирах существовать. Те же требования были к нам, когда мы учились. Педагоги также нам говорили, вот литературка, вот вы ее должны прочитать. Когда вы будете читать ваши проблемы? Но вы ее должны прочитать. На втором курсе вы должны вот это еще прочитать. И вот это. Вот так. И плохо, конечно, что, допустим, вот в странно-церковая академия, к сожалению, ну вот я не знаю, старый, вот новый, говорят, очень хороший, слава богу, директор пришел. Когда мы учились, у нас была практически с первого курса практически специализация. Уже нас, как бы собачек, натаскивали, натаскивали, пробовали. Причем, допустим, если ты артист разговорного жанра и на мастерстве актера, то к тебе больше было требований. И, ну, скажем так, били палкой в хорошем смысле этого слова. Допустим, если церковым артистам это не очень надо, потому что у них главное что-то, у него величество трюк. Вот. То, ну, выйти в нуты, это мы все умеем. А главный трюк тоже сложный жанр, сумасшедшая профессия, очень тяжелая, сложная. Вот. Но и церковые, и эстрадники, мы уже потихонечку, нас так раскочегарили, уже после второго курса мы ездили на практику. После третьего курса мы ездили на практику. По 30 концертов давали. А сейчас, к сожалению, мне так жалко этих бедных молодых наших скубентов, которые вот учатся в своем соку, варятся, и бедные выходят, и куда податься. Причем талантливые. Наша школа, особенно эстрадная, церковая, извините, и университет не беру, вот, просто там, где мы варились, на нашей кухне, все, эстрадная церковая, Наташа Могилевская, Андрюша Данилка, я не говорю о нас с Вовкой, Наташа Рожкова, и Лобода, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Пусть и профессионалы, по сути. Все профи, какие, звезды, акробаты. Ведь наша, вот Юрий Позляков, есть замечательный педагог, Николай Баранов, замечательные это педагоги, которые, номера которых берут первые места во Франции. Работают в цирке Дуселей, да, работают в Монте-Карло. Первые места берут, гран-при берут. Их никто не знает, они никому не надо. И работают где угодно, только не здесь. Только не здесь.